Приветствую всех! Меня зовут Глория Талибова и мы продолжаем рубрику Витамин Калабли. Стоит признать, что последствия пандемии не пройдут бесследно и они еще будут тянуться долгие месяцы. Несмотря на то, что необходимо позитивно смотреть вперед и использовать все свободное время, освободившееся время конструктивно для укрепления себя и своего бизнеса, тем не менее необходимо еще и четко смотреть всем фактам в лицо. Нужно понимать, что экономическое положение многих наших клиентов изменится, потому что кто-то из них теряет работу, кого-то увольняют, кого-то сокращают, у кого-то снижается заработная плата, кого-то отправляют в отпуск без содержания. У многих предпринимателей сейчас вообще стоит под вопросом выживания их бизнеса и немало предпринимателей вовсе его потеряют. Поэтому, когда кончится добровольная самоизоляция и двери вашего салона, вашей студии, вашего кабинета распахнутся, нужно понимать, что да, конечно, в первое время будет очень большой наплыв клиентов, потому что многие девушки, женщины, которые долгое время сидели дома и соскучились по бьюти-процедурам, захотят обновить весь свой внешний вид. Но нужно понимать, что когда пройдет вот этот первый наплыв, будет ситуация совершенно другая, не такая, как раньше, не удастся сохранить все так же, как было до того, как началась добровольная самоизоляция, до того, как пандемия охватила и Россию. Многие клиенты начнут задумываться о том, что нужно сокращать свои расходы, и они будут думать, что я могу вычеркнуть из своих расходов, что я могу сократить, и вполне возможно, что это заденет и бьюти-процедуры. Поэтому нам нужно быть готовы к тому, что к некоторым клиентам, которые раньше ходили к нам постоянно из месяца в месяц, будут приходить мысли о том, что возможно, мне необходимо сменить мастера, возможно, мне необходимо сменить салон, и выбрать то место, где я могу получать эти услуги дешевле. Возможно, какие-то клиенты вообще на некоторое время захотят отказаться от услуг. И ваша задача, как бьюти-мастера, все время, которое есть у вас, использовать для того, чтобы удержать вашу клиентскую базу. Ту базу, которую вы нарабатывали не просто месяцами, но годами. Ваша сейчас задача номер один – сохранить ее на 100%. Да, конечно, нужно думать и о том, как привлекать новых клиентов, но ваша база клиентов, которая у вас уже есть, ваши постоянные клиенты – это ваша основа. Это ваша подружка безопасности, и вам необходимо сейчас прикладывать все усилия для того, чтобы ее сохранить. При этом нужно учить, что усилия нужно прилагать не тогда, когда кончится добровольная самоизоляция, когда клиенты начнут к вам приходить. Нет, работать над этим нужно уже сейчас. Прямо сегодня необходимо начать работу над этим. В чем заключается суть этой задачи? Вам необходимо выстроить максимально близкие, теплые отношения с вашими клиентами, чтобы когда закончится вся эта эпидемия, когда закончится добровольная самоизоляция, у них даже в голову не приходила мысль о том, что им нужно пойти куда-то в другое место. Вы должны настолько поработать над этим, чтобы они понимали, что лучше моего мастера, что лучше этого салона, лучше этой студии, никого нет. И я даже не должна думать о том, что мне нужно сменить место, где я получаю услуги. Что для этого делать? О, здесь есть очень много инструментов. Во-первых, вам нужно быть постоянно на связи с вашими клиентами, ни в коем случае не пропадать, вести активно социальные сети, ежедневно выкладывать сторис, выходить в прямые эфиры, давать полезные советы, заботиться о ваших клиентах, показывать, что они вам дороги, что они вам нужны, что вы их не бросаете в это непростое время, и что вы помогаете им даже удаленно, даже дистанционно, помогаете им сохранять их красоту. Это система лояльности, которая позволит вашим клиентам привязываться к вам еще и еще сильнее. И даже если она у вас уже есть, всегда можно ее улучшить. Наверняка есть еще очень много разных инструментов, которые вы можете внедрить в свою систему лояльности. Это различные акции, это та атмосфера, которая будет царить в вашем салоне. Это все, что требует очень много времени, усилий для разработки, для того, чтобы это придумать, для того, чтобы продумать, как это будет работать, какая будет механика. И ни в коем случае нельзя откладывать работу над этим на потом, на то время, когда закончится самоизоляция, когда клиенты придут к вам. Нет, наоборот, используйте это время, которое есть у вас сейчас, для того, чтобы все это проработать. Ну а мы в рубрике Витаминка Лавли будем помогать вам с этим вопросом. Поэтому обязательно смотрите следующие выпуски нашей рубрики, в которых мы будем рассказывать более подробно о каждом из этих инструментов. До встречи!